привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман вот и сегодня у нас продолжается серия наших технических выпусков сегодня мы с вами будем чинить танк для воды который сделан из полиэтилена на лодках это достаточно стандартная тема когда полиэтиленовые баки имеют трещину жуткий геморрой жуткий головняк и сегодня в ролике я вам буду рассказывать как делать не надо и как делать надо потому что через эти два состояния мы прошли в начале мы сделали фигню а потом исправили и сделали как надо поэтому сегодняшний ролик будет как раз об этом готовы погнали ну а пока мы находимся в центре ремонтов и занимаемся улучшением лодки у вас есть тоже шанс подтянуть все ваши знания и навыки напоминаю что у нас запустился онлайн-курс и вы можете выучить то что нужно для начала пути яхтсменов если вы только начинаете это супер хороший background для того чтобы яхтить в дальнейшем безопасно а если вы уже умеете очень большой и плотный материал который мы сделали исходя из своего опыта из своей практике поэтому друзья переходим по ссылке в описании регистрируемся и проходим первый курс вы можете попробовать пройти демо курс он там также есть в вкладочке демо урок все друзья а мы начинаем ремонт и хочу напомнить вам что мы стоим здесь потому что у нас проблема с цел драйвом кто не видел наших мучений и злоключений вот можете посмотреть то что у нас с ним произошло но сегодня у нас будет собственно речь не об этом я обратил внимание что когда мы наливаем воду в наш пресную воду в танк иногда у нас включается белч и вот тому подтверждение вот у нас так работает бил что есть он сливает то что туда накопилось я полез смотреть и оказалось что у нас в танке для пресной воды дырка и через нее течет вода и сейчас у нас будет задача мы будем разбирать кровать вынимать танк который у нас на 450 литров то есть такая штучка большая и будем его всячески чинить теми средствами которые здесь можно купить так это у нас кровать передней каюты носовой и находится вот вот там там это было видно это подача воды которая заливается это дренаж воздуха то есть то воздух который отсюда выходит при наполнении бака вот этот шланг это объяснитель а вот это забор холодной воды то есть мы его сейчас этот мы сейчас снимем потому что вся эта система уйдет на только по снимать но это легко снимается для этого нужно просто надавить мне очень нравится вот эти вот системы они такие там ничего не надо зажимает перекручиваю все а ну и Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, это я обработал уже ацетоном, то есть здесь все обезжирено. Теперь у нас есть вот такой паяльник и вот такая штука, которую я хочу сюда вот так вот ее подпаять. Посмотрим, что из этого получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, у нас есть вот такая вот эпоксидка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, все. Вот это вот сейчас наносится на бак. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот я положил еще один слой эпоксидки. Вот так это все сейчас выглядит красивенько. Я думаю, что еще немножечко времени, и мы будем переворачивать и наполнять его водой. Вот у нас получилось вот так вот заклеено. Оно такое чуть-чуть резиновое. Я надеюсь, что будет все хорошо с ним. Коврик мы из него вырежем подушки, на которых бак будет лежать. И у нас есть двухсторонний скотч. На двухсторонний скотч мы, собственно, этот коврик приклеим, чтобы он никуда не отпал. Субтитры сделал DimaTorzok Вот этот сюда не налезет, потому что его надо сейчас будет варить, нагреть и на горячую надеть. Там без резких движений. В кипятке пальцы сложно. Горит. Хорошо, погорится. Оделаешь? Да, вообще легко. Ну что, если вы думаете, что эпопея с ремонтом бака у нас закончилась, нет, не закончилась. И тут вы можете мне написать в комментах, верили ли вы, что эпоксидкой бак можно будет починить. Я лично верил, но сомнения у меня были. Но так как мы поняли быстро, что он течет... Мы зашли на Amazon и заказали кое-что интересное. Итак, что же к нам приехало? Смотрите. Сеточки. Их тут несколько штук. Это сетки именно специально сделаны для того, чтобы паять полиэтилен. Дальше вот такие вот штуки. На самом деле кабельные стяжки, они также работают. Это из того же материала. Но это специально полиэтиленовые такие планочки для того, чтобы паять бак. Но чем же мы это будем паять? У меня есть такой прекрасный наборчик. Смотрите. Мне его Ростик прислал и сказал, что на тебя он должен быть. У нас есть паяльник. Мы его вот тут вчера заправили. И у нас есть такие наконечники. То есть один это паяльник. Просто сюда вкручивается. Ну с разными наконечниками. Потом есть вот такой резачок. Но самое главное это другое. То есть у нас есть вот такая штука, которая надевается вот здесь наконечник. И этим мы будем топить полиэтилен. Вот эти вот штуки. Так, с этим сейчас будем заниматься. Дальше что у нас еще? У нас есть помпа, которая также к нам приехала с Амазона. 60, по-моему, 4 или 65 долларов. Передняя часть, носовая каюта отделена от основного билджа. И там есть вода, которую в прошлый раз я черпал. А в этот раз мы туда поставим билдж, который у нас там стоял, но сгорел. Поэтому у нас сейчас будет установка билджа. Потом мы им откачаем всю воду. И потом будем начинать заниматься ремонтом бака. Ну что, серия номер 2 ремонт бака. Поехали. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это вот такая вот штука, которая будет сюда запаиваться. Ну, плюс-минус по цвету подходит. То есть, так, это у нас есть, это у нас есть. Дальше нам нужен паяльник. И будем этим всем заниматься. Так, ну что, я думаю, что надо сделать ее вот таким запасиком, да? Да, наверное, надо где-то вот так вот... Что-то... Не острые твои ножницы по металлу. Я не понимаю, как она резать. Ножницы по металлу, металл режут. Судя по всему, не очень. Не металл, это сетка какая-то дурацкая. Дай я посмотрю, что у меня есть. Итак, у меня есть старый нож. Смотрите, что я сейчас с ним буду делать. Получился острый нож. Прямо сейчас будем на катинборде резать эту штуку, потому что ничем она не режется. Короче, друзья, если вы знаете, чем это резать, кусачками не режется, плоскогубцами не режется, ножницами по металлу не режется. Я не знаю, как это резать. Короче, если вы знаете, скажите, потому что это просто какой-то кошмар. Мы так его ножом прорезали, но вы понимаете, что это фигня полная. Эта сетка сейчас условно готова. Паяльник. Так, все, паяльник кладем нагреваться. Вот здесь вот видно огонек. Сейчас эта штука будет горячая, мы будем смотреть, когда она начнет плавить. То есть ей нужно чуть времени нагреться. Сейчас мы вот эту вот штуку фиксируем. Давай. Так, типа. Все вот так, да? Ага. Ну, сейчас, классно. Ну, еще чуть-чуть. Вот он уже его... Да. Нужно, чтобы он его прямо вообще начал сжечь адским огнем. Слежить. Так, сеточка у нас готова. Мы отсюда начнем и пойдем в сторону. Ну, рано еще. Вот она так втапливается об этом. Лишу. 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 Мастер-паяльник. 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 вот такие вот мы его сейчас вот здесь вот покроем таким слоем это будет просто одно целое вместе с нашей сеточкой будет красиво ну что как тебе такое ужасно лучше чем эпоксидка однозначно так вот я стою вот у нас водичка и ладно это все мелочи вот сюда станет билдж пам вот этот вот так газовый паяльник у нас включен сейчас он нагревается будем паять провода для этого есть флюс для пайки проводов и есть припой пошло будет паять вот у нас идут провода минус плюс так все билдж установлен проводочки проложены сейчас тут чуть-чуть дома каю и все будет порядке ну что собираем все обратно ну а а а а а а Хуя! 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 Ёбаный бак, хуя! Можно не ломать? Где? Ну что, проверяем наш бак. У меня сделано здесь так, что у меня там вода заходит через фильтр, а это проходит прямо сразу, но только не через там всю систему лодки, а через фильтр зашло и вот сюда вышло. Все, открываем, наливаем. Так, все, льется. Ждем пока наполнится полный-полный бак. Так, ну что, я думаю, что мы уже набрали полный бак. Я думаю, на камеру там видно сильно не будет, но на самом деле оно даже вот внешне выглядит сухим, поэтому я думаю, что здесь у нас все в порядке. Ну что, друзья, вот в этот раз мы уже финально починили наш бак для воды, и теперь вы знаете больше, чем паять баки, которые сделаны из этого материала, и как это сделать так, чтобы не повторять нашу ошибку и не пользоваться эпоксидкой для этого материала. Возможно, в каких-то случаях, когда у вас там поверхность не нагружена, типа там сверху какая-то небольшая трещинка на топливном баке, например, который для тузика, который никогда там не бывает топлива, может быть, это и можно заклеить. Но для нагруженных баков, для баков, в которых много воды, наверное, такой вариант не подходит, и нужно использовать вот сетку и пользоваться этим именно по инструкции. Все, мы этот проект завершаем. Теперь у нас бак не течет, билдж-памп у нас стоит на месте. Лайк, коммент, я думаю, у вас есть что сказать, потому что, возможно, у кого-то опыта работы с этими материалами больше. Если будет какой-то коммент, который распишет всю технологию, я его закреплю под видео, чтобы, если кому-то нужно было чинить свой бак, а такое бывает в яхтинге, чтобы было максимум информации. Все ссылочки на то, чем я пользуюсь в описании. И на этом выпуск мы заканчиваем. Поэтому ставим лайк, пишем коммент, подписка, колокол. Ну, вы в курсе. В общем, подписываться обязательно. Все, до встречи в следующем выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok